Русская женщина, как известно, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. И даже косу длинную русую острижет, если надо будет. Именно так поступила 22-летняя жительница Новосибирска Татьяна Никишова, чтобы победить на чемпионате мира по армрестлингу. В само существование такой девушки даже трудно поверить. Прелести неописуемой, истинно русской, словно ожившая Марья Краса из сказки. И тоже длинная коса, красивая, почти полметра. Да еще к тому же мастер спорта по армрестлингу международного класса. В общем, диву даешься, почему такая красавица вдруг решила посвятить себя силовому виду спорта. Ну, получилось так, что в возрасте 14 лет я, сестра и мама, мы пошли в тренажерный зал. И занимались сначала для себя. И, если знаете, есть такие сельские игры, которые проводятся раз в два года. И как раз включили армспорт в эти сельские игры. В 18 лет Татьяна стала чемпионкой первенства мира по женскому армрестлингу в классе юниоры. Но девушка взрослела, и с годами стало все сложнее попадать в привычную весовую группу до 60 килограммов. Так что, когда пришло время чемпионата в бразильском Сан-Паулу, Таня сильно волновалась. В Бразилии весы показали лишние граммы. Как? Получается, мы взвешились на своих весах. Я была ровно, да? Вот. А пошли туда, встала на весы, лишние 50 грамм. Ну, как бы уже не было выбора, да? Вот. Сразу в голову пришла эта мысль – обрезать волос. Ну, вот я обрезала. Не жалею. Отрезала ровно 25 сантиметров драгоценной косы. И весы дали добро. В итоге Таня одолела всех соперниц, кроме участницы из Словакии. И привезла две медали – за левую руку бронзу, за правую – серебро. По словам Тани, косу она теперь будет отращивать заново. Но если будет необходимость, опять возьмется за ножницы. Любимый армрестлинг ей дороже. Евгений Гудков, Михаил Лукашев, Андрей Копалов. Комсомольская оправда. Новосибирск.